Знакома ли вам ситуация, когда у вас вечерний вылет, а вы собираетесь в аэропорт рано утром, потому что боитесь опоздать на свой самолет? Или заходите в здание аэропорта и осознаете, что совершенно не понимаете, куда идти и что делать, чтобы попасть на свой рейс? Думаю, да. В этом выпуске вы узнаете, как пройти миссию под названием регистрация, как не заблудиться в аэропорту, как не опоздать на свой рейс. Подробно разберем все от самого дома до самолета, выявим распространенные ошибки и раскроем главные секреты регистрации на рейс. Откройте шторки на иллюминаторах, пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Я Илья Брежак, вы на канале 1А. Здесь все о самолетах и перелетах сквозь призму юмора, а в конце видео один интересный факт об авиации. Казалось бы, все прекрасно знают, как регистрироваться на рейс, и те, кто делают это регулярно, уже понимают, как и что делать, но все равно допускают одни и те же ошибки. Итак, время. Если вы хотите сидеть возле иллюминатора, а не где-нибудь возле прохода у туалета, то позаботьтесь об этом заранее. Онлайн-регистрация открывается за 24 часа до вылета, и, как правило, самые удобные места разбирают в первый час. Как пройти онлайн-регистрацию смотрите вот в этом видео, а мы двигаемся дальше. Самое первое, что нужно сделать, правильно рассчитать время. Посмотрите в онлайн-табло, нет ли у вашего рейса задержки, и заранее закажите на определенные часы такси. Часто бывает такое, что в час пик такси очень долго едут, а в ночное время всегда хочется лишние 10 минут поспать. Поэтому всегда спокойнее точно знать, во сколько за вами приедет машина. Рассчитайте, сколько времени вам потребуется, чтобы добраться до аэропорта, включая всевозможные пробки и остановки. Ну и оставьте себе минут 20 на всякий случай. За сколько приезжать в аэропорт? Регистрация на рейс во всех аэропортах заканчивается за 40 минут. И даже в таких аэропортах, как Домодедово, Шереметьево и Внуково, при среднестатистическом пассажиропотоке, все процедуры вы пройдете за 20-30 минут. Тем не менее, чтобы исключить опоздание, нужно учитывать время вылета, день и направление. Например, если вы лет ночью в будни по России, то даже в самом большом московском аэропорту вы пройдете все процедуры за полчаса. В небольших аэропортах хватит и 20 минут. В этом случае в аэропорт следует приезжать за час-час десять. Этого достаточно, чтобы еще даже выпить кофе или пофоткаться на фоне самолетов. Не нужно приезжать в аэропорт за 2-2,5 часа. За плюс-минус час вы успеете абсолютно все. А если вылет из региона, то одного часа хватит даже днем. Если вылет по России из московского аэропорта днем в часы пик или в праздник, то у входа в аэропорт желательно оказаться за 1,5-2 часа. А время часов пик уточняйте сами. Позвонив в аэропорт, вам подскажут, во сколько планируется максимальный трафик. Но если вы уже прошли онлайн-регистрацию и у вас нет багажа, то вот эту супер длинную очередь для получения посадочного талона возле стойки регистрации вы уже избегаете. Так что времени понадобится еще меньше. А если же вы летите за границу, то прибавьте ко всем случаям плюс 1,5 часа. Этого будет достаточно. Как не заблудиться в аэропорту? Во-первых, абсолютно все аэропорты мира работают по одной и той же схеме. И даже если вы никогда ранее не были в том аэропорту, из которого вы летаете, вы вряд ли там заблудитесь. Важно запомнить всего 4 этапа. Досмотр, регистрация, снова досмотр и выход к самолету. Итак, досмотр. Зашли в здание. Первый досмотр находится прямо у входа в аэропорт. Кладете на ленту все сумки, чемоданы и достаете из карманов весь металл. Ключи, мелочь, телефоны и так далее. Прошли через рамку, все. Первый этап пройден. Ищем стойку регистрации. В больших и маленьких аэропортах во всех абсолютно есть информационное табло или телевизор вот с такой картинкой. Во всех странах мира табло выглядит одинаково. Порядок информации о рейсе может меняться, но суть от этого не меняется. Информация везде одна и та же. Например, здесь слева направо разбираем вторую строчку. Первый столбик – авиакомпания. В нашем случае это Белавиа. Второй столбик – номер рейса. Б-2-895. Третий столбик – аэропорт назначения. Варшава. Четвертый столбик по расписанию означает время, когда должен вылететь рейс. По расписанию в 14.05. А следующий столбик – ожидаемое время вылета. Сверху, в первой строке, видим, что ожидаемое время вылета рейса в Анталию сильно отличается от времени по расписанию. Значит, он задержан, а рейс в Варшаву и по расписанию, и по ожиданию вылетит в одно и то же время. Седьмая строчка – стойка регистрации 24-25. Именно эту информацию мы ищем на табло после первого досмотра. Это значит, что из возможных 100 стоек вам нужны стойки именно с номерами 24 и 25. В нашем случае на рейс в Варшаву регистрация идет только за этими стойками. В следующем столбике указан пункт досмотра, через который вам нужно проходить к выходу на самолет. В нашем случае это пункт досмотра Б. И последний столбик – примечание. В большинстве аэропортов он называется статус, то есть статус текущего рейса. Там может быть написано только три варианта – регистрация, посадка или задержка. В данном случае идет посадка в самолет. То есть, если вы пришли на свой рейс и видите такую информацию, то вам следует поторопиться. А во многих аэропортах, к сожалению, вас уже не примут, так как регистрация уже закончена. В общем, разобрались, нашли свой рейс, посмотрели на табло номер стойки регистрации, идем к ней. И здесь важно подчеркнуть, что такое будет происходить только в крупных аэропортах. В небольших региональных аэропортах, например, как в Оренбурге, всего по две стойки регистрации. И заблудиться в таких аэропортах в принципе невозможно. Итак, на регистрации вы отдаете сотруднику за стойкой свой паспорт, сдаете багаж, показываете ручную кладь, на которой наклеят соответствующие бирки. И здесь есть несколько практических секретов. Внимание, секрет номер один. На стойке вы кладете свой паспорт и просто говорите место в самолете, на котором вы хотите лететь. Например, у иллюминатора на кресле F до десятого ряда. Дело в том, что сотруднику у аэропорта не составит труда посадить вас там, где вы желаете, если это место не занято. Но это не относится к лоукостерам, то есть таким компаниям, как Победа. Секрет номер два. Документы. Загранпаспорт является точно таким же документом, как ваш российский паспорт. Поэтому, покупая билет на самолет, вы можете запросто использовать загранпаспорт. И никто у вас даже не поинтересуется, где ваш другой паспорт. Секрет номер три. Представьте, что у вас багаж 20 килограммов, ручная кладь 10 килограммов и рюкзак или дамская сумочка на 4 килограмма. По правилам перевозки это явный перевес. И неопытные путешественники, как правило, показывают все это и надеются на удачу или же милость сотрудника стойки регистрации. Во-первых, ребята на стойке 99% адекватные, понимающие, идущие на уступки люди. И если вы им не сообщили, что у вас перевес ручной клади, значит у вас перевеса нет. Они прекрасно знают, что вы хотите взять с собой как можно больше вещей и закрывают на это глаза. Быть этого не может! Тем не менее, багаж не стоит делать тяжелее нормы, его всегда взвешивают. Во-вторых, все это не касается лоукостеров. В таких авиакомпаниях, как Победа, все строго по весам и габаритам. В общем, подходите к стойке, кладете документы, говорите о своих предпочтениях и слушайте внимательно все, что вам говорят. Если у вас что-то спрашивают, отвечайте конкретно и коротко. Обманывать смысла нет, но и говорить ничего лишнего не стоит. Если у вас спрашивают, есть ли у вас ручная кладь, коротко отвечаете, да, маленький рюкзачок. Дамскую сумочку показывать не нужно. Сотрудник стойки регистрации ее прекрасно видит, но сделает вид, что не замечает. Да! Тем не менее, имейте совесть, правило есть правило. Также я рекомендую взвесить чемодан заранее и надеть на него специальный чехол или обмотать пленкой. Во многих аэропортах грузчики воруют ценные вещи из багажа. И еще, если вы прошли регистрацию онлайн и у вас нет багажа, то можно не искать стойку регистрации на табло, чтобы в очереди стоять за посадочным талоном. В большинстве заграничных аэропортов и таких аэропортах, как Домодедово, Шереметьево, Внуково, Пулково, Кольцово, есть аппараты, которые считывают штрих-код цифровых посадочных талонов. И на этом можно еще больше сократить время прохождения регистрации в аэропорту. Итак, сдали багаж, получили посадочный талон вместе со своим паспортом, идете на третий этап – досмотр. Точнее, снова досмотр – проход в зеленую зону. Ее еще называют стерильной зоной. На этом досмотре сначала вы показываете свой посадочный талон и документы, затем кладете на ленту все, буквально все, без чего вы не будете голым. Сумки, рюкзаки, технику, телефоны, часы, абсолютно все, что снимается, даже ремень. Верхнюю одежду, если потребуют кофту, и часто обувь. Все это пропускается через рентген. Ноутбуки открываем, включаем, показываем, планшеты тоже, проходим через рамку металлоискателя. Также вас могут попросить открыть сумку, показать содержимое, или же вывернуть наизнанку все полностью, чтобы убедиться, что у вас все законно. Далее собираете с лентой все, что вы там разложили, и идете к финишному этапу – к выходу на самолет. Где он находится? Во-первых, его уже указывали на табло после первого досмотра. Во-вторых, его номер указан и, скорее всего, обведен сотрудником стойки регистрации в посадочном талоне. Например, на этом посадочном талоне выход опозначен буквой и цифрой G015. Это означает, что после второго досмотра вам нужно искать гейт номер 15 – пятнадцатый выход. Во всех аэропортах все гейты пронумерованы и подсвечены, так что вы вряд ли заблудитесь. Часто гейты, а ниже выходы, меняют, так что будьте внимательны и слушайте все, что говорят по громкоговорителю. А если вы опаздываете, то есть шанс, что вашу фамилию объявят также по громкой связи. Вот и все. Все просто. Досмотр, регистрация, снова досмотр и выход к самолету. И запомните самое главное. Самолеты могут вылететь в назначенное время, а могут задержаться и улететь позже, но никак не раньше. Так что не торопитесь, а приезжайте в аэропорт вовремя. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем приятного полета. Интересный факт. По законам Саудовской Аравии, женщинам запрещено управлять автомобилем, но разрешено управлять самолетом.